Самому младшему участнику забега чуть больше двух лет. Это уже не первый его марафон, говорят родители, но выдержки пока не хватает. И большую часть дороги маленький Саша бежит у папы на руках. Да, есть! Ну, он пробежал, конечно, не тропиться от всего. Все это время вынес папу. Честно говоря, да. Эта дистанция очень большая для него. На финальном этапе третьего пробега серии соревнований Харьков-Гран-при участвуют почти две сотни человек. Бегуны соревнуются в нескольких категориях в зависимости от возраста и подготовки. Будущие мастера спорта отмечают, по городским улицам бегать приятнее, чем по манежу. Класс! Хорный трасс, вы знаете, в центре внимания очень прикольно. Конечно, страшно чуть-чуть, но интересно очень. Вот такие вот, ну, нравятся такие. Чем больше, чем больше, как говорится, тем лучше. Потому что реально нравятся эти соревнования. Потому что, ну, все-таки в манеже это одно, а вот так вот, когда много людей, настроение хорошее, музыка играет. Харьков-Гран-при – это серия соревнований из трех этапов. Чтобы дойти до финала, бегуны преодолели ночной забег с фонариками на голове и трассу с препятствиями. Как раз в ночь до этих соревнований прошел дождь и были, получается, курьезы в том, что кроссовки скользили, то есть микропадения были. Но, тем не менее, все добрались до финиша и это здорово. Так как городские забеги прошли накануне хэллоуина, многие малыши пришли на старт в костюмах сказочных героев и различных животных. Мне не мешало, потому что, ну, как в костюме, как без костюма, но это все равно. Хотя другие люди внимания обращают больше. Друг предложил, вот с ним решили прибежать первый раз на Хэллоуин. На первые два этапа мы не попали, ну и на третий, мы думаем, нету смысла. Хотим на следующий год с первого этапа начать, а сегодня чисто символически для Хэллоуина. Первый этап Харьков-Гран-при прошел в июне, второй в августе. За это время, отмечают организаторы, добавилось полсотни участников. Как из других городов Украины, так и иностранных студентов. Буквально вчера приехали из Марокко специально, чтобы участвовать на третьем этапе. Ну, вообще живу здесь, в Харькове, ну, до этого был Марокко и специально на этом число. Вчера приехали сюда, чтобы поучаствовать на третьем и на последний этап Харьков-Гран-при. И веселиться будем. Забеги устроили на проспекте Ленина. Это один из участков, который используется во время городских международных марафонов. Мне кажется, что вот начиная с первого марафона международного, который прошел в 2014 году, мы вот зародили такое хорошее спортивное зерно, посадили, оно же сейчас начинает давать свои плоды. После финального забега судьи подсчитают баллы за все три этапа и определят победителя. Самые строгие требования, чтобы у каждого участника был номер на груди. Тогда мы можем определить на финише, кто это прибежал. А когда номер цепляют на ногу, на спину, еще куда-нибудь, это очень сложно. На соревнованиях Харьков-Гран-при первенство среди девушек одержала 19-летняя Марина Менченко. Среди парней 21-летний Андрей Дещенко. Ирина Антонюк, Евгений Карпенко. Объектив. Неделя.